Произошла крупнейшая в мире утечка финансовых документов. Называется «Ящик Пандоры» или «Документы Пандоры». И раскрылись тайные сделки, огромное имущество, сотен мировых лидеров, политиков, миллиардеров. И рассказывается, как отмывались деньги в офшорах. Очень много шума вокруг этого, но я обратил внимание, что никто не краснеет даже. Не краснеет, не бьет себя в грудь, не кается. Спокойно это все воспринимается. Ощущение, что пошумят, пошумят и все. Конечно, и вообще и шума-то много не будет. И шума много не будет. Да. Это характеризует наше время. Конечно. Да? Представляете, в какое время мы с вами живем? Особое. Особое. Вот все. Тожество эгоизма. Да, исчезло вот это вот ощущение стыда какого-то или вот какого-то, что меня засекли в какой-то момент. Нет, кто сегодня вообще от чего-то волнуется. Есть, конечно, возможность посадить человека в тюрьму, но таких, как правило, не сажают. Поэтому им все равно. И вот куда вот это нас ведет? К полному беззаконию. Даже от тех законов, которые сегодня существуют якобы на бумаге. Когда-то человек в кого-то верил, и кто-то для него был лидером, и он называл его лидером. А сегодня вот за что ухватиться человеку? Я уже не говорю. Ни за что. Ни за что? Ни за что. Если у тебя в одном кармане деньги, а в другом пистолет, ты хозяин. Пока в мире правит эгоизм, ты не сможешь найти чистого примера беззаветности, преданности, отдачи и так далее. Это все будет базироваться на эгоизме. И поэтому изначально это незаконно. Ну хорошо. Вот вы это сказали. Ну тогда как проводить воспитание, если нет примеров, нет образов? Вообще за что держаться человеку? За что? Человеку надо пытаться в наше время держаться за спокойное место, чтобы обеспечить себя и семью, насколько это возможно. И пытаться достичь каких-то духовных, высоких источников, корней, которые не зависят от управляющих миром. Это то, что остается человеку. И я доволен, что так оно и есть. И это постепенно, постепенно становится все более явным. То есть вы считаете, что это вот то, что происходит, выдавливает нас подняться над эгоизмом, да? То есть понять, что в этой плоскости все куплено. Да. Да? Да. Эта плоскость себя абсолютно скомпрометировала, и в ней сказать нечего. И это хорошо, на самом деле. Нам указывается прямой путь к настоящему свободному обществу. Оно возникнет. Весь вопрос в том, сколько мы будем страдать, чтобы создать что-то новое. Вот это проблема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok